Ведь как люди веселятся. Я думаю, что дискотеки это скучно, и сейчас не время. Кому-то сейчас плохо, нужно думать и о других. Это необходимо. Ты обо мне не думаешь. Разве ты не любишь меня? Я никогда не радовался тому, что разрушил свою семью. Я не хотел, чтобы они страдали. Я покинул свой дом, и теперь я здесь с тобой. Я разведусь. Прошу, дай мне время привыкнуть к этому. И не проси от меня большего сейчас. Прости, мой герой. Ты так напряжен, любовь моя. Так, 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 мой дорогой. Ну-ка давай, мой чемпион, иди садись сюда. Так, я сделаю тебе массаж. Хорошо, любимый? Вот так. Вот. Да, да, хорошо. Послушайте моего совета. Не отправляйте эти приглашения сейчас. Не нужны мне твои советы. Что ты понимаешь в светском этикете? Как ты смеешь указывать мне, что делать? Я была частью этого общества. Я знаю все его правила наизусть. Я знаю все формальности, соблюдения которых требует этикет. Может, этикет вы и знаете. Но мне известны вещи, о которых вы и не подозреваете. А я кое-что знаю. И что же? Послушайте, Донья. Не заставляйте меня говорить, хорошо? У меня искры перед глазами. Вы пойдете и скажете всем, что свадьба отменяется. И... Почему ты настаиваешь на этом? Почему свадьбу Марии и Милии нужно отменить? Послушайте, Донья. Кругом масса плохих людей без стыда и совести, которые творят зло. Масса эгоистичных людей, которые думают только о себе и вмешиваются в чужую жизнь. Я знаю, что говорю. Лучше мы убережем Эми от публичного позора, если приглашения будут разосланы. Понимаете? Ты сумасшедшая. Сумасшедшая? Лучше спросите свою внучку Монику. Она многое может вам рассказать. Моника? Я уверена, ты абсолютно ненормальная. Причем здесь Моника. Это же свадьба Марии и Милии? Увидите. Вы всегда витаете где-то в облаках. И никогда не видите, что творится у вас под носом. Лучше вам запастись парашютом. Когда будете спускаться с небес на грешную землю. Вас может так тряхануть. Что насчет свадьбы моей сестры с твоим сыном? По-моему, они слишком спешат. Но мне бы хотелось помешать этому. Не люблю семейных проблем. Да, моя сестра рано или поздно узнает. Она наслушается жалоб Йоланды и попытается вмешаться в нашу жизнь. Как мне не хочется, чтобы они поженились? Что если Алехандро узнает о нас и... Нет, я не расскажу ему. Мне и так проблем хватает. К тому же, сможет ли он бросить ее? Похоже, он очень ее любит. И она же не виновата в наших отношениях. Ты прав. Пусть поженится. Но тогда мы уже не сможем спокойно наслаждаться нашей любовью. Быть вместе так часто. Любовь моя, если бы ты знал, как мне хочется пойти куда-нибудь сегодня. Отвези меня, куда пожелаешь, пожалуйста. Не будь эгоистом. Я очень хочу, пожалуйста. Мы можем пойти туда, где совсем мало людей. Пожалуйста, чемпион, соглашайся. Не говори, нет, прошу. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Любовь моя, тебе нужно развлекаться, да? Да. Ты сказал да? Я слышала да. Да ладно, ладно. Спасибо, спасибо, любовь моя. Ты так добр. Я люблю тебя. Ладно, пойду за покупками. Куплю что-нибудь красивое. Ты встретишь меня на углу в 9.30? Да, на углу, как всегда. Увидишь, какая я буду красивая. Мы хорошенько повеселимся. Пока, чемпион. До вечера. Береги себя. Мама, не принимай все так близко к сердцу. Россио. Я не могу больше сдерживаться. Как будто что-то встало поперек горла. И проглотить не можешь, и выплюнуть не получается. Все очень серьезно, Россия. Очень. Ужасная тайна, которая может поломать жизнями. Звучит, как слова из дешевой мыльной оперы. Так расскажи ей, мама. Если это так важно для Марии и Мили, ты должна рассказать. Каждый раз, когда я собираюсь рассказать ей, вижу, как она счастлива, как она готовится к свадьбе. Но не могу я. Не могу. Но знаю, что должна сделать это. Я должна. Нужно отпустить подол, потому что ты выше, сеньорита Бресеньо. Нина, и здесь. Да. Какая штука жизнь. Я шила это платье для нее. Кто мог подумать, что оно станет твоим свадебным платьем. Да. Жаль, что сеньорита Бресеньо так и не надела его. Она такая красивая, правда? Она шита по дизайну сеньора Рубена. А он-то как, Нина? Ты видела с ним? Да. Вчера он вышел на работу. Был в кабинете, где он обычно рисует. Говорит, это помогает ему. Это дело его жизни. Когда он рисует, забывает обо всем на свете. А что ты думаешь о его состоянии? Он подавлен. У него разбито сердце. Он говорил со мной. И я пыталась утешить его. Как могла. Да, он в отчаянии. Для мужчины ужасно трудно переживать подобную ситуацию. Да. Он такой романтичный. Даже когда страдает, он отличается от других. Не впадает в ярость. Не бросается громкими словами. Не жалуется, как другие. Он говорит такие прекрасные вещи. Мне каждый раз хочется плакать. Просто чуть не плачу, когда я его слушаю. Так строгательно. Нина, а что думает Лаурита? Она думает о Мегелоне или... Что Мегелон может ей предложить? Что она будет делать с Мегелоном? Мой брат негодяй. Как он мог так поступить? И еще радоваться этому? Почему ты так говоришь? Ты не веришь, что Мегелон любит Лауриту по-настоящему? Нет. Он никого не любит. Он, как говорит Рассио, один из этих мачо, которые могут заполучить любую женщину. И делают это, чтобы получить свою власть. Почувствовать себя победителями, завоевателями. Мачо, понимаешь? Она подгоняет платье? Да, до свадьбы осталось несколько дней. Ты будешь очень красивой, Эмми. Платье как будто специально для тебя сшито. Господи! Это платье нельзя надевать. Оно несчастливое. Почему ты так говоришь, Моника? Это неправда. То, что случилось с Лауритой, вовсе не должно случиться со мной. Ты не можешь выйти за Алехандро. Эта свадьба не может состояться. Почему? Скажи, почему? Скажи, Моника, почему ты так говоришь? Ты хочешь знать? Да. Ладно. Думаю, час настал. Будет лучше, если ты узнаешь все сразу.